Привет, вы на канале по созданию игр и с вами Арталаски. Это уже четвёртая серия, поэтому если вы ещё не подписались, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Дуан – многофункциональный флеш-накопитель, аналогов которому в мире не существует. Дуан позволяет обменяться файлами, пока устройство лежит в кармане пиджака, в сумке или даже в другой комнате. Дуан сочетает в себе все функции, необходимые современному человеку – хранение мультимедиа, беспроводная зарядка, бесконтактная оплата, хранение документов, использование как ключи для автомобиля или квартиры. Также с Дуан вы всегда сможете быстро оплатить проезд на любой городской транспорт. Все ссылки в описании. В сегодняшней серии мы наконец-то приступим к программированию. И пусть это будет парочка простых скриптов, но вы хотя бы уже разберетесь, как это делается, и возможно, программирование в Unity перестанет быть для вас чем-то страшным, хотя бы на маленькую часть. Итак, поехали. Переходим в Unity. И нам тут понадобится парочка дополнительных объектов, с которыми мы будем взаимодействовать. Например, моделька монетки, которая сейчас здесь достаточно огромная. Напоминаю, что можно изменить ее Scale Factor, нажав на саму модель, и мы ее уменьшим раза так в 4, наверное. И то это даже немного, немного-много, поэтому давайте изменим на 0.15. Ну, думаю, так уже будет лучше. Снова применяем к ней материал. Отлично. Что мы делаем теперь? Теперь мы нажимаем на кнопку Add Component, и добавляем сюда Box Collider. Но обратите внимание, что у вас его, скорее всего, сейчас тут не будет, а будет вот такая менюшка. Поэтому здесь, в панельке с лупой, нужно будет ввести хотя бы букву B. И у вас появится все на букву B. То же самое прокатывает и с другими буквами. И таким образом удобно искать нужные вам компоненты достаточно быстро. Если же вы вводите какое-либо слово и ничего подходящего нет, вам предлагается создать новый скрипт с вот таким вот именем. Но это мы тоже чуть-чуть позже разберем. А сейчас мы видим, что Collider у нас появился не совсем так, как нам надо. Ну и на самом деле лучше это делать немного на другом объекте. Как я вам говорил, у нас тут появляются такие вот папки. И лучше все эти действия делать на объекте, который содержит в себе модель. Тогда здесь у нас и Box Collider сразу автоматически определится, как должен. И давайте сделаем ей простенькую анимацию. Нажав сочетание клавиш Ctrl-6, у нас появится вот эта вот окошка анимации. И здесь мы нажмем на кнопку Create. Сразу выберем подходящую папку для этого. И в папку с этой монеткой, собственно, сохраним ее анимацию. Назовите ее так, чтобы вы потом поняли, что это значит. И, собственно, здесь с окном анимации мы еще успеем разобраться. Здесь на самом деле нет ничего сложного. Но сейчас мы просто очень быстро сделаем вот такую штуку. Добавим сюда параметр, позиция. И у нас появляется два ключевых момента в начале анимации и в конце анимации. То есть если я где-нибудь посередине сделаю другую позицию, то Unity как бы автоматически у нас построит такую вот простую анимацию. То же самое можно сделать и с другими параметрами, например, с вращением. А задать сам параметр можно прямо здесь. Давайте его, допустим, повернем на 180 градусов по оси Y. Но тогда будет немножко не то, что нам нужно. Потому что этот ключик анимации нам лучше все-таки повернуть вот сюда в конец. Несмотря на то, что здесь появляется такая вот небольшая пауза, самодвижение монетки стало более таким вот приятным. Что ж, хорошо. Просто долго останется на этом не будем, потому что здесь все-таки ролик по программированию. Но теперь мы сделаем еще вот что. Мы сделаем зону, входя в которую игрок как бы эту монетку будет подбирать. Для этого мы наш бокс коллайдер немножечко изменим. Но для начала давайте сделаем небольшой эксперимент, чтобы наглядно показать, чем, собственно, зона триггера будет отличаться от коллайдера. Продублируем элемент, нажав Ctrl-D. Мы как бы создадим клон в том же самом месте. И просто его отодвинем. А теперь мы здесь поставим галочку из триггера. И посмотрим, чем они отличаются. Так, например, тем, что первая у нас пропала. Но так кажется на первый взгляд. А на самом деле обе эти монетки существуют, но они находятся в одних и тех же координатах. Потому что мы, точнее, я продублировал немножко не тот объект. Давайте поставим на паузу. То есть монетки у нас здесь две. Но у нас здесь все-таки заданы координаты анимации внутри вот этого вот объекта. А если мы его сейчас вытащим, тогда я сначала выключим игру. А если мы его выключим, вместим в новый объект, то, как видим, у нас они находятся на тех моментах, которые мы им поставили. Но мы поступим проще и просто продублируем саму вот эту папку coin. И отодвинем ее. И тогда все будет нормально. Так, только не забыть здесь поставить триггер. Отлично. Итак, значит, в чем у нас будет отличие? А с первой монетки мы не можем пройти сквозь нее. То есть, как бы она вращается, как дверь, и я ее вот так вот обхожу. А в случае с вот этой монеткой я просто прохожу сквозь нее. То есть, я с ней не сталкиваюсь вообще. А, собственно, почему? Потому что здесь у нас настроен именно коллайдер. То есть, коллайдер это столкновение. И когда наш коллайдер игрока, вот у нас немного по-другому называется, Charakter Controller, а по сути то же самое, где у нас сам игрок, только у нас он в виде такой вот капсулы. А у монетки же у нас коллайдер в виде такой вот коробочки. Поэтому, когда наш коллайдер игрока соприкасается с коллайдером монетки, Unity воспринимает это как столкновение. Примерно точно так же, как мы, например, ходим по земле. То есть, у нас также происходит столкновение с коллайдером земли. Допустим, на той же воде у нас есть вот Mesh Collider. А на этих платформах у нас тоже, кстати, Mesh Collider. Но мы можем пройти сквозь монетку, у которой коллайдер выступает в роли триггера. Проще говоря, в роли какой-то зоны. Должен сразу сказать, что в коде, когда мы будем писать скрипты, эти два события обрабатываются разными командами. То есть, для столкновения именно с коллайдером у нас будет один метод. Для столкновения с зоной, в которую мы будем просто входить, у нас будет действовать другой метод. Думаю, вы уже поняли, что нам нужно использовать именно триггеры, потому что сталкиваться с монеткой нам, в принципе, не обязательно. Но, казалось бы, почему? Ведь, чтобы ее подобрать, мы должны к ней подойти, и как бы столкнуться с ней, как это бывает обычно в играх. Но нам вовсе не обязательно делать это впритык. Мы можем сделать просто побольше зону, нажав, соответственно, Edit Collider и выставив удобную для нас такую вот небольшую зону. Также это можно сделать через вот эти параметры Size. Здесь он сразу в две стороны действует. Тем не менее, выглядит все это будет примерно точно так же, несмотря на то, что они оба вращаются, а у них также вращаются и их коллайдеры. Поэтому меня сейчас будет вот так вот вращать вместе с ним. Но в случае зоны, как видите, этого не происходит. А я рекомендую вставить именно триггер, потому что это будет намного проще, и даже, я бы сказал, правильнее. В том простом плане, что, допустим, у вас есть какой-нибудь другой игровой объект, который, допустим, привязан к физике, или тот же персонаж, который обходит препятствия, он эти коллайдеры будет воспринимать именно как препятствия. Но в случае с триггером этого не произойдет. То есть можно и так, и так, но лучше все-таки использовать именно триггер. Что ж, давайте, наконец, перейдем к скриптам и создадим новый скрипт, нажав здесь Add Component и напишем CoinScript. А писать надо без пробелов. Если вы хотите, чтобы у вас отображался такой пробел, например, как вот здесь, MeshRainer, RobuxCollider, здесь как бы явно есть пробел. Пишите новое слово с большой буквы. Нажимаем на New Script, либо просто Enter. И подтверждаем. Язык у нас будет C Sharp, поэтому здесь нам ничего менять не надо. Отлично. Вот у нас добавился этот скрипт, который сейчас пустой. Нажимаем два раза на вот эту вот строчку. Итак, давайте немного разберем вообще структуру скрипта. Значит, в самом начале у нас, как видим, есть три строчки с использованием директив using, которые мы как бы подключаем к нашему скрипту. Если привести аналогию, вы как бы подключаете новые библиотеки слов, методов и так далее. То есть, ну, допустим, вы хотите что-то нарисовать, у вас есть только, вот, допустим, директивы using Unity Engine, то есть, допустим, у вас есть только карандаш. Вы хотите порисовать еще красками, вам нужно подключить, соответственно, директиву красок, то есть, допустим, у нас using System Collections. То есть, примерно вот такая вот аналогия. Соответственно, если нам эти, так сказать, краски, дополнительные какие-то методы и функции не нужны, то, соответственно, и директивы эти нам тоже не понадобятся. Их можем, допустим, просто удалить. Но мы их пока удалять не будем, потому что, возможно, они нам еще пригодятся. Далее у нас идет сам скрипт, то есть, тут у нас public class, внутри которого уже, соответственно, находятся все переменные, функции и так далее. Сам вот этот, допустим, само использование классов мы с вами обязательно разберем чуть позже, потому что это все-таки не самая простая тема. А пока что поставим курсор выше вот этой вот линии с комментарием. Нажмем Enter и, собственно, будем здесь уже писать. А что нам нужно здесь писать? Нам нужна парочка переменных. У самих переменных есть три вида доступа. Это public, private и protected. Так, немножко не то. Вот так. А сейчас это все горит красным, потому что, впрочем, скоро сами все увидите. А значит, что у нас означает public переменная? То есть, проще говоря, это публичная переменная. Давайте ее назовем score add. То есть, эта переменная у нас будет содержать в себе какое-то определенное количество очков, которые мы будем получать при подборе монетки. Но, помимо названия и доступа переменной, нам нужно также указать ее тип. типов переменных уже намного больше, но так как нас интересуют цифры, у нас, в принципе, есть два варианта. Это integer. Здесь пишется просто int, либо float. Но float нам немножко не подойдет, потому что здесь у нас, так сказать, цифры с точкой. Более наглядно это показать, допустим, 10.2. И не забываем точку запятой в конце каждой переменной. А да, еще тут надо ставить букву F. Таким образом, мы задали первую нашу переменную score add. Но добавлять 10.2 очков как-то неправильно. Поэтому мы изменим тип переменной на integer и оставим просто число 10. Потому что integer — это уже у нас такие целые цифры. В случае с переменами pre-weight и protected все немножко сложнее. Собственно, про protected можете пока вообще забыть, потому что, ну, вам его практически не придется использовать. И на самом деле, как говорят в самом юните, между этими тремя видами доступа различия очень, так сказать, грубые и слабые. Суть в том, что, допустим, переменная pre-weight. Давайте тоже просто здесь напишем score, поставим. Да, в принципе, ничего ставить не будем. Нам не обязательно задавать какое-либо число в самом начале. И просто нажмем Ctrl-S. Перейдем обратно в юнку. И у нас здесь появилась только одна переменная score add. И заданное число 10. Мы здесь можем абсолютно спокойно изменить на то число, которое нам нужно. Например, я хочу, чтобы эта монетка добавляла всего 2 очка. Поэтому пишем здесь цифру 2. Прелесть юнити и вообще вот этого инспектора компонентов в том, что мы можем создать несколько одинаковых объектов, но задать им разные параметры. То есть, эта монетка у нас будет добавлять 2 очка, эта монетка 5, а эта вообще 10. При этом, в скрипте у нас здесь можно ставить абсолютно любое число или не стоять вообще. Если оно здесь не будет стоять, то оно будет автоматически поставлено на 0. Чтобы это продемонстрировать, давайте переменную pre-weight переделаем в public. И, как видите, у нас появилась переменная score, и она равняется пока что нулю. Мы абсолютно так же можем задать им любые значения, но нам это делать вовсе необязательно, потому что эту переменную мы сейчас все равно удалим. Думаю, вы уже заметили, что переменная с доступом pre-weight, то есть, приватная, не отображается у нас здесь в инспекторе. Она начала отображаться здесь, как только мы поменяли ее доступ на public, то есть, публичная. Суть в том, что к публичным переменам мы можем обращаться из других скриптов, а к приватным мы можем обращаться только из этого самого скрипта. Но, опять же, есть способы, есть методы, чтобы обращаться и к приватным, и к защищенным, protected, переменным, а из других скриптов. Об этом так же пишут в самом Unity, поэтому сильно заморачиваться по этому поводу не стоит. Я обычно делаю так. Те переменные, которые мне нужно редактировать в самом инспекторе, то есть, вот здесь, а я делаю публичными. Если какие-то переменные мне не обязательно изменять прямо здесь, то есть, может, их вообще даже не надо будет изменять, они вот просто есть, и все. Их можно сделать приватными, чтобы, допустим, не засорять инспектор. Ну хорошо, возвращаемся обратно, и у нас тут нужно немножечко переделать переменную. А я хочу, чтобы при подборе монетки издавался какой-нибудь звук и появлялся какой-нибудь эффект. Для этого нам тоже понадобится сделать несколько переменных. Сделаем публичную переменную с типом Audio Clip. И назову ее Pickup SFX. А сокращение SFX означает звуковой эффект, поэтому можете добавлять его практически к любым переменным, которые имеют такой вот тип звуковой. А потом просто самим будет уже проще в этом ориентироваться. И так же добавим еще одну публичную переменную Public. И здесь у нас тип переменной будет GameObject. То есть, по сути, это переменная игрового объекта. То есть на ее месте может быть практически любой игровой объект. И назовем ее Pickup Effect. Можно, конечно, написать в FX, то есть визуальный эффект, но так как у нас выше написано с FX, то, чтобы нам так и не путаться, пока что сделаем вот так. Комментарии ударяем и сохраняем наш скрипт. Переходим обратно в Unity и смотрим, что у нас тут изменилось. У нас появилось две новых переменной, которые пока что пустые. Как я говорил, на GameObject мы можем перевести практически любой игровой объект. Мы можем ее взять прямо отсюда и перенести. Но нам этого делать нежелательно. А, я, кстати, снова неправильно продублировал монетки. Вот так. А теперь давайте очень быстренько создадим эти эффекты, чтобы у нас было, что сюда поставить. Значит, для визуального эффекта нам лучше создать систему частиц. Очень быстренько ее так настроим. А мы еще будем с ней разбираться немного позже. Ну и сейчас, как бы, чтобы, опять же, не затягивать. Так, отлично, простенький эффект мы сделали. И теперь, что важно. Давайте для начала его назовем CoinWFx. Напоминаю, что это визуальный эффект. И просто перетаскиваем его сюда, чтобы создать defab. Отлично. По сути, у нас теперь это тоже GameObject. Мы можем этот объект добавлять куда угодно. Но мы добавим его сначала сюда в скрипт. Прелесть этого инспектора в том, что мы можем добавить таким образом абсолютно любой эффект и менять его также в любой момент. Думаю, вы уже представляете, какие возможности для творчества это открывает. А теперь, что касается звукового эффекта, можно использовать простую программку BFXR. Она доступна для бесплатного скачивания и даже в онлайне тоже. А здесь, чтобы, опять же, не заморачиваться, нажимаем кнопочку Pickup Coin и нажимаем его до тех пор, пока нас не устроит звук. А затем просто сохраняем его на диск либо экспортируем в WAV. Точнее, чтобы использовать его в игре, нам его лучше экспортировать именно в формат WAV. Отлично. Перетащим наш звук сюда и также поставим его в скрипт. Напоминаю, что абсолютно таким же образом вы можете добавить сюда абсолютно любой звук. И вам не надо будет его прописывать нигде в скрипте, но есть важный момент, что саму эту монетку вам тоже нужно будет сохранить как префал. Тогда все ее настройки и все занесенные сюда объекты в скрипт, они также будут сохранены. А здесь сейчас это отсюда удалим. Так, это пусть будет для примера. И добавим сюда вот эту нашу монету. Итак, хорошо. А теперь переходим обратно наш Visual Studio. Ну, возможно, кто-то пишет Mono Develop. В принципе, разница не такая уж и большая. Но предпочтительная, конечно, Visual Studio. А теперь мы будем обрабатывать наши события, когда игрок входит в нашу зону. Вот этот вот, да, зеленый каркас. Когда мы с ним соприкасаемся с этой зоной триггера, вот это вот событие мы сейчас как раз таки и будем обрабатывать. Делается это очень просто. Мы, в принципе, вот эти два события удаляем. Нам они сейчас не понадобятся. И пишем void Home Trigger Enter И у нас тут добавилось много новых слов, которые, по сути, нам-то и не нужны. Мы можем удалить отсюда уровень доступа Private, а с вот этими двумя мы сейчас разберемся подробнее. Значит, Collider это как раз тот самый Collider, который мы настраивали. У нас в данном случае это Box Collider. Озер в данный момент это тот объект, который с этим коллайдером соприкасается. То есть, это такая переменная, в которую заносится какой-либо GameObject. В данном случае у нас это будет GameObject игрока. Но это событие пока еще об этом не знает. То есть, в эту переменную попадает абсолютно любой GameObject, который в эту зону входит. И чтобы с этим объектом что-то сделать, нам нужно будет к нему обратиться. То есть, написать сначала Other точка. То есть, мы обратились к этому игровому объекту. Далее мы уже будем обращаться либо к какому-то его компоненту, чтобы обратиться, допустим, к его какой-то переменной или функции, либо просто сделать с ним какие-то необходимые нам действия. Само слово Other можно изменить на другое. Я обычно пишу Call, то есть, сокращенно, тоже Collider, и по сути, это будет то же самое. То есть, какой-то определенной привязки к словам здесь нет. А естественно, если вы будете работать с 2D, то есть, у вас, допустим, 2D-платформер, то вам здесь уже нужно будет добавлять приставочку 2D. Иначе, как бы, это срабатывать не будет, потому что он будет искать обычный коллайдер, который у нас здесь находится. Но в случае с 2D-игрой, допустим, у нас есть еще и 2D-коллайдеры. То есть, вы, в принципе, увидите здесь эту приставку. Хорошо. А давайте для начала в комментарии напишем, какие объекты, точнее, какие действия мы хотим сделать, когда что-то или кто-то попадет в эту зону. Предположим, нам нужно, чтобы игроку добавилось определенное количество очков. Значит, главный персонаж у нас тут игрок. Когда игрок входит в зону, мы добавим ему, предположим, X очков. А после этого монетка должна исчезнуть, то есть, она просто удалится из игрового мира. Но перед этим нужно добавить парочку эффектов, то есть, чтобы у нас проигрался звук и появился визуальный эффект. Очень важно делать это перед удалением самого объекта, потому что если вы удалите объект, то остальные команды, которые написаны уже после удаления, они просто не выполнятся, потому что объекта фактически уже не существует, а значит выполняться там нечему. Поэтому если вы хотите добавить какие-то визуальные и звуковые эффекты, их нужно прописывать перед удалением объекта. Хорошо, теперь нам осталось все это прописать в коде. И для начала как нам понять, что именно игрок входит в эту зону. Это тоже достаточно просто. Открываем объект игрока и знакомимся с новыми параметрами Tag и Layer. Соответственно Tag и слой. А со слоем мы разберемся немного позже, потому что сейчас он нам не к чему, а вот с тегами мы сейчас повозимся. Здесь уже есть готовый Tag Player, то есть тег игрока и мы в принципе можем его спокойно использовать. Это можно сказать уникальный тег, который должен стоять только на игроке. А на саму монетку мы можем добавить новый тег. Соответственно это будет тег монетки. Нажимаем здесь необходимые кнопки и вводим Coin. Отлично, теперь эти монетки у нас могут иметь Tag Coin и соответственно мы можем проделать с этим тегом определенные действия в коде. сейчас мы как раз это разберем. Напоминаю, что у нас на игроке Tag Player и собственно по этому тегу мы и будем определять что именно игрок вошел в зону. Но для этого нам понадобится условие if если его структура очень простая мы пишем само слово if в скобках пишем условие а затем начинается тело этого условия которое заключено в фигурные скобки многие предпочитают оставлять фигурную скобку например вот здесь чтобы кода было так сказать визуально меньше но не знаю мне как-то удобнее когда все вот так вот выглядит и значит в скобках мы пишем само условие если тот объект который вошел напоминаю что у нас это переменная call мы к нему обращаемся и сейчас мы обращаемся к его тегу то есть получается что сейчас мы пишем условие если тег объекта который вошел в зону равен layer то уже какие-то действия с ним будем выполнять здесь обратите внимание что здесь стоит 2 равно это знак приравнивания если здесь будет 1 равно то это будет примерно то же самое что мы задаем значение переменной то есть здесь получается мы задаем значение то что у объекта который вошел тег будет равен player но нам то надо проверить какой именно там тег а не задать его поэтому мы как бы спрашиваем такой ли у него тег и если тег такой то есть если условие выполнено то будет выполняться командой из этого цикла то есть по сути вот это вот все но чтобы дальше добавить игроку несколько очков ему тоже нужно добавить эту переменную поэтому переходим в юнити и в объект игрока добавим новый скрипт назовем его score player то есть по сути счет игрока хотя знаете пожалуй в этом скрипте мы сделаем не только счет но и много чего другого поэтому давайте его сразу переименуем пусть это у нас будет player скрипт и здесь важный момент который я также хотел вам показать из-за которого часто возникают ошибки и люди потом просто не могут понять что происходит то есть они переименовали объект но сразу появилась какая-то ошибка и мы допустим не можем этот скрипт выполнить даже в игре почему потому что при создании скрипта у нас сразу здесь в паблик класс создается то имя которое мы ввели мы поменяли это имя здесь в unity но здесь оно само уже не поменяется его нужно поменять вручную и тогда ошибка будет исправлена как видите здесь больше ничего желтым так стоп не здесь ничего желтым не уделяется все окей что же для начала здесь тоже создадим парочку переменных это у нас будет public hp то есть здоровье не забываем что надо задать тип переменной пусть у нас будет integer хотя здесь в принципе можно использовать и float но все равно использую integer также здесь используем публичную переменную score то есть счет и пожалуй для статистики добавим еще одну переменную integer под названием coins и здесь мы будем учитывать то количество монеток которое мы вообще собрали иногда это пригодится например в конце уровня когда подводятся итоги задавать переменную score мы не будем потому что это есть определенный ряд причин которые мы разберем еще в следующих уроках по скриптам и в общем-то нет никакой точнее не обязательно добавлять значение переменной если в этом нет какой-то необходимости для примера переменная с типом bool то есть 1.0 там да или нет истинно ложь и так далее изначально всегда будет равен ложь то есть давайте даже сохраним и посмотрим сейчас хп у нас равен нулю score равен нулю а монетки естественно тоже и переменная bool а у нас тоже как бы на нуле поэтому она равна так сказать точнее не истинна а она ложна но если мы здесь сразу зададим true а в хп сразу зададим допустим 100 то и здесь инспектор у нас соответственно эти значения появятся это как раз те самые случаи когда есть необходимость задавать значения переменных с самого начала что ж теперь мы можем добавить значение переменный скор при подборе монетки переходим в скрипт coin и здесь нам нужно обратиться к игроку и нам это очень просто сейчас сделать через переменную call потому что именно в этой переменной как вы помните у нас сейчас и находится игрок при входе в триггер и теперь нам нужно обратиться не к самому игроку а к его компоненту а конкретно к компоненту player script мы можем обращаться к абсолютно любому компоненту к transform к charakter контроллер rigidbody first person контроллер radio source и так далее то есть если мы просто напишем наш объект это будет весь этот gameobject то есть просто вот эта папочка или вот этот объект а сам этот объект не имеет никаких свойств никаких переменных он не имеет ничего он имеет лишь вот эти вот компоненты и чтобы обратиться к какой-то конкретной переменной мне нужно обратиться к тому скрипту который ее содержит в данном случае нам надо обратиться к скрипту player script потому что именно он содержит переменную score соответственно мы к нему и обращаемся для этого есть специальная функция get component и здесь в таких скобках мы пишем название нашего элемента компонента точнее так прямо пишем player script то есть мы обращаемся конкретно к вот этому скрипту на нашем объекте и уже теперь обращаемся к переменной score который прибавляем то есть знак плюса мы можем написать какое-то конкретное число но напоминаю что у нас есть переменная score add в которой мы можем задавать значение переменной прямо из инспектора то есть помните да 2 5 6 и так далее любое число поэтому здесь мы пишем именно переменную score add и ставим точку запятой так и я немного не понимаю почему у нас подсвечивается красным а в самом редакторе ошибочек никаких нету и давайте проверим в самой игре будет ли это работать так подходим к одной монетке получили 1 получили 2 получили 3 4 то есть как бы подбор монеток работает абсолютно нормально и никаких ошибок не появляется ну что ж возможно просто багнулся редактор такое тоже бывает а поэтому пока не будем обращать на это внимание значит теперь значит теперь мы проиграем наш звук делается это тоже довольно таки просто но для начала нам нужно добавить аудиосоларс то есть источник звука а источник звука у нас как раз будет в виде этой монетки и чтобы проиграть звук мы можем либо сразу сюда перенести необходимый нам звук либо он будет браться из переменной но сейчас я рекомендую сюда ничего не ставить а в переменную пока что мы добавим как раз этот самый аудиосоурс и кстати его нам вовсе не обязательно делать с уровнем доступа паблик потому что нам в принципе то незачем его здесь добавлять добавлять мы конечно можем просто перенести его сюда и ноу проблем но есть как бы более правильный такой момент который обычно делают уже более такие заядлые программисты они делают эту переменную приватные и задают значение этой переменной в событии старта выглядит это примерно следующим образом мы пишем название переменной и задаем ее знаком равно а здесь нам теперь нужно получить конкретный компонент то есть помните функцию get component с помощью которой мы обращались а компоненту player script вот с помощью этой же самой команды мы обратимся к компоненту аудиосоурс то есть нему вот собственно и все в итоге мы получаем примерно то же самое мы не видим здесь объект то есть он нам здесь не мешается но при этом мы можем к нему обращаться поэтому пишем здесь sound source точка play one shot то есть проиграть один раз и скобочках мы пишем нашу переменную пикап cfx чтобы опять же иметь возможность в любой момент поменять этот звук сохраняем собственно зачем это вообще надо допустим я захочу сделать еще одну монетку которая у меня будет допустим больше вот так при этом она будет давать и больше очков у нее будет другой звук и допустим другой визуальный эффект но так у нас другого визуального эффект нет давайте прикола ради поставим что нибудь вроде такого мне самому интересно что из этого выйдет хотя уже примерно представляю как это будет выглядеть нанесу и по сути мы можем даже сохранить это дело как отдельный префаб и иметь распоряжение уже несколько монеток одну большую одну маленькую и как видите нам нужно было просто а здесь поменять таска и значение переменной и все это было достаточно быстро и просто так и теперь нам нужно создать объект а визуального эффекта сделаем это через команду instantiate то есть мы как бы создаем новый объект с помощью этой команды а а сначала мы пишем сам объект который мы будем создавать и опять же используем переменную которую мы для этого создавали пикап эффект у нас засвечивается подсказка что теперь нам нужно задать позицию как бы координаты в которых этот объект будет создаваться мы как бы обращаемся компоненту трансформ который у нас отвечает как раз за позицию в пространстве но это скорее не обращение к нему что мы не используем а конкретную функцию get component но суть в принципе та же transform позиция и transform rotation отлично вставим точку с запятой и наконец удаляем наш префаб монетки из игрового мира destroy и здесь очень важный момент если мы напишем просто this этот то есть по сути этот самый объект то удалится именно сам скрипт coin а нам нужно удалить именно весь объект весь game object поэтому здесь мы напишем хотя бы game object тоже сохраняем наш скрипт и смотрим что у нас получилось давайте сразу нажмем здесь на наш фпс контроллер и обратим внимание на строчку скоро сейчас она равна нулю переходим к монетке переходим к монетке появляется эффект но кажется не было звука а в любом случае у нас добавился добавилась единичка а в score и добавилось еще несколько так теперь подходим к самой большой и а создается целая платформа то есть вместо вот этого вот эффекта который у нас сейчас повторяется у нас создался объект платформы главное что все понятно ну а это мы уже разберем в следующих видео потому что это достаточно затянулось а если оно вам понравилось то подписывайтесь и ставьте лайки а так же заглядывайте в мою группу вконтакте с вами был арталаски пока